Добрый день, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко. Андрей Леонидович, добрый день. Добрый день. Сегодня 28 декабря, напомним, понедельник, и у нас такая же традиция, в конце каждого года подводить итоги на сей раз уходящего 2015-го. Сегодня мы поговорим и о бизнес-итогах года, и о развитии гражданского общества. Я напомню, что Андрей Леонидович до конца октября этого года возглавлял общественную палату Кировской области. Поэтому надо об этом поговорить. Знаете, в последнее время люди разных уровней, известные все люди, экономисты, политики, депутаты, подводят итоги года. Я читаю, последнее, что прочитал, это пост вице-спикера Закособрания Кировской области, Михаила Курашина. Написал он о том, что говорят нам о том, что кризис – это время возможностей. Но 2015 год как-то эти возможности особо заметно не проявил, не дал этих возможностей. Хочу я начать с известного журналистского приема. Основные события выделить уходящего года. Три главных события, на ваш взгляд, на мировом уровне, на уровне страны, на уровне области. Ну, наверное, не смогут. Тут взаимосвязаны, конечно, очень многое. Да, они пересекаются, несомненно, потому что мир глобален абсолютно. И в этом смысле сложно сказать, что события в стране не связаны с событиями в мире. Ну, давайте отвечу на ваш вопрос. Главное событие. Вряд ли буду объективен, потому что по роду основной деятельности больше имею отношение к экономике, конечно. Но постараюсь. Что касается мировых событий. На мой взгляд, одни три основных события – это выход мирового терроризма, так скажем, на уровень организованного движения, организованной структуры. Потому что мы с вами в последние годы… Такое событие со знаком минус. Да, видим ситуацию. Видим, что даже когда речь шла об Алькаде, это все равно речь шла о неких там каких-то группировках, которые, в общем, не представляли опасности с точки зрения каких-то таких системных действий. То есть было понятно, что их можно там победить. Ну, грубо говоря, объявили войну и быстро победили. Сейчас мы видим совершенно другую ситуацию с исламским государством, когда речь идет вообще практически о полноценной войне, в которой пока еще до победы очень далеко. То есть организованные войска нескольких стран ведут войну с террористической организацией, и пока успеха такого стопроцентного еще не видно. То есть это выход терроризма вообще на другой уровень. И это пугает? Это пугает, и думаю, что действия нашей страны именно этим и вызваны. Это первое. Второе событие, это, конечно же, там, катастрофное такое обрушение цен на нефть, потому что это экономика. Экономика распространяется на все сферы человеческой жизни. И понятно, что весь мир теперь будет жить по-другому в этой ситуации. Ну и третье, что я бы отнес к мировым событиям, это возвращение России в такой статус мировой державы, которая может принимать самостоятельные решения, может их реализовывать. И непонимание миром того, что с этим делать, условно говоря. То есть мир как-то отвык от этого статуса России. И сейчас, на мой взгляд, достаточно судорожно пытается вот этот новый миропорядок там выстроить. Это три основных события, не претендуя на объективность в мире. Мировая держава, да, буквально события в последние дни, когда Госдума приняла поправку о том, что у нас внутреннее право, оно сейчас выше международного, да, и там некоторые решения ЕСПЧ можно не исполнять. Это тоже путь? Тоже путь, потому что, да, да, это некая такая позиция суверенитета, потому что, ну, знаете, это менее... Такая, менее глобальная заявка на авторитарное лидерство, чем, например, распространение права США на территорию других стран. То есть если мы говорим о том, что мы в своей стране руководствуемся собственным правом, то США ведет себя, например, как страна, которая на территории других стран имеет право руководствоваться своим правом, да. Поэтому нам тут, что называется, есть еще к чему идти. Но это болезненный очень процесс, мы понимаем, что, ну, я, по крайней мере, уверен, что речь идет о новом мироустройстве, миропорядке. Надо не забывать, что Китай сейчас смотрит на то, как в этот миропорядок строится. Давайте просто проанализируем, насколько я, если правильно понимаю, за последний год три страны, которые до этого придерживались концепции не запрета на внешние военные действия, на использование армии за пределами своей страны, это Германия, Япония и Китай. Три страны это решение свое изменили. Китай, насколько я буквально на днях разрешил использовать свои вооруженные силы за пределами страны для террористической, для продействия террористов, Япония изменила свою военную доктрину и Германия. И, на мой взгляд, это такие принципиальные изменения, которые показывают, что существовавшие на протяжении, там, 60-70 лет после Второй мировой войны, мировой порядок будет серьезно меняться. Как человек, обладающий историческим образованием, мне, честно говоря, тревожно, ведь эта система, мировое устройство, да, у нас по крупицам собиралось год за годом. Очень хрупко. А сейчас такое резкое отхождение, резкий поворот, разворот. Наши власти, власти нашей страны неоднократно заявляли о том, что международное право, приоритетное, мы всегда будем исполнять и все. Но, с другой стороны, опять же, мое субъективное мнение, но мне кажется, что система международного права, в общем, используется в политических целях. И я действительно считаю ряд правовых судебных решений политически ангажированными. И в таком случае, в такой ситуации у нас нет никаких способов защиты и противодействия этому, кроме как-то верховенства нашего права. То, что право поставлено на службу политики, как и экономики, ну, на мой взгляд, у здравомыслящих людей там сомнений уже не вызывает. Хорошо, давайте о трех главных событиях на уровне государства. Ну, по стране, на мой взгляд, ну, опять же, взаимосвязанное с падением цены на нефть, падение курса рубля. Мы живем в другой реальности. Ну, это началось еще в конце прошлого года, но, по сути, адаптация экономики к этому процессу шла в этом году. И это, там, базовые изменения, с которыми... Адаптация прикольная закончена. Да, нам с этим надо жить еще долго. Второе, это, опять же, возвращаясь к мировому терроризму, это боевые действия, ведущиеся России за пределами своей территории, в активном режиме, в самостоятельном режиме, без оглядки на чью-либо поддержку. Самостоятельно принятое решение, самостоятельно реализованное, демонстрирующее, что Россия в этом смысле полноценный актор международных процессов. Это то, чего не было уже достаточно давно. И третье, это уже наша внутрироссийская ситуация, я бы все-таки отнес к важному, очень важному моменту, ситуацию с, так сказать, посадками губернаторов. Сахалин, Коми, целый ряд вице-губернаторов по другим регионам. На мой взгляд, это очень серьезный такой сигнал региональным властям, региональным элитам о том, что неприкасаемых нет. Ситуация в стране непростая. И действовать необходимо в интересах страны, в интересах регионов, а не в собственных. Потому что, по крайней мере, так явно и открыто. А быстрее вы не вертикали власти. Одно другому не противоречит, что называется. На самом деле, вы знаете, вот мы с вами перед эфиром начали разговаривать. Мы почему-то считаем, что у нас такая жесткая вертикаль власти в стране. А если вернуться к посланию президента, которое было не так давно, в начале декабря, то, если помните, по его итогам аналитики говорили, что, в принципе, Владимир Владимирович несколько лет подряд говорит, в общем, повторяющиеся вещи. И кто-то относил это насчет того, что это его недостаток, его послание. А я отношусь к этому так, что президент говорит, а на местах, что называется, это дело поступает иначе. То есть, его вот эти послания не реализовываются. А в таком случае говорить о вертикали власти реальной, когда начальник сказал, причиненно исполнил, не приходится. Я не думаю, что это раз в год только происходит. Естественно. Просто это говорит о том, что та самая вертикаль, на которую мы привыкли так огульно ссылаться, считая, что она у нас жесткая и выстроенная. На мой взгляд, это говорит о том, что ее нет. По крайней мере, в таком вот очень жестком формате. Потому что, если бы она была, то не надо было бы из одного послания в другое повторять достаточно базовые и понятные вещи. Так, к уровню области тоже мы приближаемся. Ну, если говорить о регионе, то без ранжирования, что называется, по степени значимости, я бы к очень важным событиям региона отметил прекращение все-таки уголовного дела по Олегу Юрьевичу Березину. Это, на мой взгляд, ключевое событие. Потому что, если бы ситуация решилась иным образом, в общем, климат в регионе был бы совсем другой. И, зная там часть предыстории всей этой ситуации, все, что было в паблике, мы понимаем, что это такое принципиальное решение. Это первое. Второе событие, которое я бы назвал очень важным, это изменение за год ситуации во взаимоотношениях властных элит в регионе. Мы видим, как изменилось взаимоотношение губернатора и бизнес-элит. То, что было, так скажем, неким противостоянием, превратилось в сотрудничество и взаимодействие. Это принципиальное изменение, которому предшествовал весь первый губернаторский срок Никиты Юрьевича, что называется. Внешние факторы в мире или все-таки внутренний поворот? Я думаю, что это совокупность. Знаете, политика – это такая сфера, в которой, как правило, у решения не бывает одного мотива. К нему всегда примешивается масса нюансов и всегда смотрится по совокупности, что выгоднее – больше пользы от этого решения или меньше пользы для каждой из сторон. Поэтому вот это прекращение определенной конфронтации, я не назову это конфликтной ситуацией, а именно конфронтации в властно-бизнес-элитах, я бы отнес это к важному событию в жизни региона. Насколько устойчива система? В политике все очень подвержено к сиюминутным, ну, так, не сиюминутным, но недолгосрочным интересам. Я думаю, что пока интересы двух сторон совпадают, это будет работать. Как только интересы какой-либо из сторон изменятся, это может быть пересмотрено. Примеров там масса. И третье событие. Ну, третье событие, здесь у меня там, наверное, не может быть не столь оно такого же уровня, потому что, с одной стороны, носило рабочий характер, с другой стороны, оно оказывает принципиальное влияние на ситуацию в регионе, это формирование нового состава правительства региона. Министерская система? Ну, сама система, я не думаю, что принципиально важна, а вот персональный состав и подход людей, которые пришли в правительство, я думаю, что это принципиальные изменения, потому что это уже сейчас видно по тем сферам, которые курируют эти люди, изменения подходов, принципов и результатов. Поэтому, думаю, что это изменения. Это можно назвать улучшением, неким структурным, реализационным. Ну, опять же, таких, знаете, абсолютных оценок здесь, конечно, дать нельзя. Или пока рано еще. Вот, я думаю, что это изменения, которые будут оказывать влияние на регион в среднесрочной перспективе всего второго срока губернаторского, но я бы больше оценил как положительный и позитивный, хотя, конечно, часть вопросов еще осталась. Все. Разделались мы, да, с тремя главными событиями на разных уровнях мира, страны и области. Я напомню, что это особое мнение вице-президента Вятской торгово-промышленной палаты Андрея Васьенко. К бизнесу в тугом года хотелось бы перейти, вот оценить сейчас самочувствие бизнес-сообщества, те процессы, которые происходят, с каким настроением бизнесмены начинали, год с какими его заканчивают. У вас, безусловно, есть какие-то данные статистики по вновь появившимся бизнесам, по закрывшимся? Можно какие-то статистические данные? Точных данных нет, потому что, к сожалению, у нас в Кировске, ну, вообще органы статистики отрабатывают с серьезным опозданием, как правило, да, там, для оперативной реакции этих данных недоступны. Я, скорее, по ощущениям, что называется, да, бизнесу очень сложно, потому что в целом, целый ряд экономических факторов играют, что называется, в негативный тренд. Есть положительные, то же самое, там, санкционная ситуация, которая, в общем-то, открыла определенные рынки для наших производителей, в первую очередь. Ну, импортозамещения, да, исключительно. Да, не знаю, не люблю я этот термин, импортозамещение, мне очень не нравится, потому что он мне напоминает целую череду наших, знаете, там, этих терминов-лозунгов, как я их называю. Помните, у нас была там модернизация, нанотехнологии, часто импортозамещение. Ну, к сожалению, не могу сказать, что чем-то положительно модернизация закончилась, с нанотехнологиями, недавно читал материалы по Роснано, в общем, вроде как и результаты хорошие, но, честно говоря, там, в масштабе страны пока тоже ничего не было. Нано. Вот, поэтому и с импортозамещением такое, в общем, у меня отношение достаточно скептичное, потому что не лозунгами надо заниматься, не терминами, а реальной работой. Предприятия, которые работают на рынке и без термина импортозамещения, видя рыночные ниши, начнут их заполнять. Это естественный процесс, если это будет доходно и выгодно. Если это будет экономически невыгодно, то что бы ты ни делал, там, практически ничего не произойдет. Вот, поэтому определенные ресурсы для предприятий в этом смысле появились, но, опять же, совокупность негативных факторов, на мой взгляд, превышает эту ситуацию. Одним из самых главных, и это признано всеми, за исключением нашего Центрального банка и правительства, вообще недостаток денег в экономике. Боязнь инфляции, которая может возникнуть в результате... Включение печатного станка? Да, вот эта боязнь избыточных денег в экономике приводит к тому, что, насколько я знаю, за последний год в реальном исчислении денежная масса уменьшилась порядка 13 или 16 процентов. То есть, количество денег в экономике уменьшается. Когда денег в экономике мало, их мало всем. Их мало и в бюджете, их мало предприятиям, невозможно получить кредиты и, собственно говоря, не на что работать, что называется. При этом, ну давайте правде в глаза будем смотреть, я, честно говоря, так и не услышал этого ответа на федеральном уровне. Когда у нас ставка рефинансирования равна 16 процентам, ну какой инфляции можно бояться? Какой инфляции? Как раз-таки событие годовой, там, если вы вспоминали. Да, да. То есть, ну, деньги в экономике реально нужны. Вопрос в том, что их надо не как в прошлом кризисе накачать в банки, которые пойдут на валютный рынок и начнут спекулировать, не доводя эти деньги до реального производства. Это деньги, эти деньги надо направить в реальные производственные проекты и тогда не будет возникать инфляции, потому что будет появляться новая масса товаров, которые будут как раз эту инфляцию поглощать. Почему этого не происходит? Нет ответа ни у предприятий, ни у бизнеса, ни у кого. Не могу сказать. Этот вопрос, в том числе и российская, поднимает, да, торговая, промышленная платформа? Все, 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 все эксперты, все бизнес, общество поднимает эти вопросы. Это первый момент, который, конечно, бизнесу очень тяжело обходится. И второй момент, это совершенно непонятная, ну, понятная с такой практичной точки зрения, но непонятная с стратегической точки зрения позиция нашего государства относительно времени введения всех дополнительных налогов, сборов и различных видов платы. Когда у нас все хорошо, цена на нефть там высока, бюджет профицитен, и все замечательно, и экономика развивается. Никто не думает о том, что надо корректировать налоговую систему, надо вводить сборы с большегрузов и т.д. и т.п. Не надо вводить ЕГАИС. Все хорошо. Все живут тихо и спокойно. Как только начинаются проблемы, как только у бизнеса ухудшается ситуация объективная и реальная, государство начинает панически принимать решения, которые бизнес в принципе понять не может. Нельзя в условиях экономического кризиса вводить дополнительную финансовую нагрузку на бизнес. Это более таким образом, которым это делается у нас. Тут можно поспорить, пожалуй, Андрей Юрьевич. Эти же упомянутые вам и системы Платон, и ЕГАИС, они же не в этом году появились. Это закон не этого года. ЕГАИС разрабатывался с того же 2005-го, по-моему, а решение о Платоне в 2011-м еще было принято. Да. Скорее, может быть, о Платоне в 2013-м, на самом деле. Может, так совпало просто? Ну, может быть, совпало, но в том-то и дело, что государство все-таки должно оперативно реагировать на ситуацию. Если в 2013-м году все было хорошо и замечательно, то в этом-то году уже все не так. И, может быть, стоит пересмотреть те принятые решения. Во-первых, даже, вернее, это во-вторых, а во-первых, уж по крайней мере, если с 2013-го года Платон и действительно с 2010-х годов еще ЕГАИС, так уж, по крайней мере, учитывая особенно те деньги, которые были на это потрачены, сделайте, чтобы системы-то работали хотя бы. Потому что по ЕГАИС, когда надо вводить с 1 января, а люди даже ответы не могут получить на вопрос, там, общепит будет этим пользоваться или нет. И никто не может толком разъяснений дать, нигде их получить там невозможно. Платон, который запускается и там то висит, то не рассчитывает, то еще что-то. Ну, нельзя так, да? Вы представьте, если бизнес запускал бы такие проекты, в общем, я думаю, бизнес быстро бы разорился. И, конечно, государство, когда так себя ведет, это вызывает массу вопросов. Кстати, про единую государственную автоматизированную информационную систему. Андрей Вавилов был у нас на прошлой неделе выполномоченный по защите прав предпринимателей в Крымской области. Он сказал о том, что ЕГАИС в любом случае не отменят, а вот будут ли какие-то льготы. Сейчас рассматривается вариант о том, чтобы... вести определенные отсрочки для ряда категорий, но успеют ли это сделать и как это будет, опять же, сделано, непонятно. То есть, бизнес находится в состоянии того, о чем он давным-давно говорил. Дайте нам некую стабильность. Вот скажите нам, что пять лет ничего не меняется, мы так работаем, мы будем понимать, как себя вести. А когда каждый год, а то и по несколько раз в год, вводятся какие-то новые системы, новые правила, новые требования, невозможно ни формировать бизнес-планы, ни вообще рассчитывать свою экономику. И я, в принципе, говорю о действиях государства в этом смысле. Нельзя так себя вести. Вот, опять же, там, тема еще пока не очень известная, но в следующем году предстоит такая называемая сплошная перепись субъектов малого предпринимательства. Да, известно. Росстат будет направлять всем анкеты, их надо заполнить, значит, и отправить в Росстат обратно. Но мало кто знает о том, что во втором чтении, по крайней мере, насколько мне известно, в Госдуме уже приняты поправки в административный кодекс, по-моему, о многократном увеличении штрафов за неучастие в этой сплошной переписи. Действительно, такой информации, кажется, еще не было. Ну, рубрикованные сказки. Во втором чтении уже приняты поправки. Если их успеют принять до Нового года, соответственно, надо будет примут, что называется, да, неучастие в переписи. Ну, я могу сейчас ошибаться в цифрах, потому что это была такая информация предварительная. Ну, штрафы около 100 тысяч рублей. То есть это убийственно, да? Это убийственно с психологической точки зрения. То есть государство говорит, нам надо вас учесть для того, чтобы вам помогать. Но если вы, значит, тут нам не отчитаетесь, а этих отчетов, слушайте, в государстве уже, я не знаю, какое количество, каждый субъект предпринимательства обязан отчитываться на налоговую проверочку. Есть традиционные каналы, про мониторив которые можно понять, сколько. Нет, надо же провести еще сплошную перепись и за неучастие в этой переписи заплатить штраф. Ну, представьте себе, это по сути дела то же самое, как если вы не участвуете в государственной переписи населения. К вам пришли, вы отказались переписаться по закону, вы имеете такое право в принципе. И вам выписывают штраф 50 тысяч рублей. Ну, давайте тогда это введем, введем штрафы за неучастие в выборах и что тогда получается. Ну, в общем, для меня вот эти решения государства в отношении бизнеса, причем наслаивающиеся одно не на другое. Платон, ЕГАИС, штрафы за перепись, новые порядки уплаты налога на имущество, одно, другое, третье. Это все происходит в очень короткий промежуток времени. И все это происходит в течение года после послания президента, в котором было сказано, что никаких новых налогов водиться не будет. Я предлагаю сейчас прерваться на небольшую рекламу. Напомню, что это особое мнение Андрея Усенко, вице-президента авиатской торговой промышленной палаты. Полторы минуты и мы продолжим. Продолжается особое мнение. Меня зовут Владимир Сметанин. Гость особого Андрей Усенко, вице-президент авиатской торговой промышленной палаты. До перерыва мы все о негативе, о негативе. А вот это решение о налоговых льготах, все-таки позитивный момент с 1 января, да, у нас впервые зарегистрировавшиеся ИППО. Вы имеете в виду так называемую налоговую каникулу? Да, да, да. Изменят они ситуацию, внесут какие-то положительные моменты. Конечно, на фоне всего остального это позитивный момент. Единственный? Ну, не единственный, наверное, есть что-то еще там. Но просто, тоже понимаете, понять, вернее, название налоговой каникулы очень красиво звучит. Когда начинаешь разбираться в деталях, в общем, как бы, что же за этим понятием скрывается, понимаешь, что... Тут ограничения, тут ограничения. Да, во-первых, это распространяется только на ряд, на очень краткий вид, перечень видов деятельности. Не более 15 человек. Ограничения по оборотам по всему. То есть, реально по оценкам, ну, не знаю, там, Министерство развития предпринимательства оценивает, там, порядка 300, по-моему, бизнесов могут в рамках этого открыться. У меня скептичное отношение к этому. Я думаю, что там речь будет максимум исчисляться в нескольких десятках количества. Более того, я думаю, что если через год-два мы посмотрим на результаты открытия этих бизнесов, то вряд ли они будут соответствовать тому же количеству, которое открывалось. Потому что, во-первых, не от всех налогов там освобождение, налоги, ну, так называемые эти социальные износы, да, они остаются за сотрудник. То есть, самая большая налоговая нагрузка, которая ложится на фонд оплаты труда, она остается. Ты освобожден только от того налога, который ты платишь с оборотом. Во-первых, во-вторых, опять же, это вот, я много раз уже об этом говорил, это лукавство нашего государства. К сожалению, сегодня я уж так, прошелся по государству что-то. Это ведь налоги, которые даются за счет региональных бюджетов. То есть, у нас есть федеральный бюджет, который в этом году, наверное, профицитен уже не будет, но напомню, что даже по прошлому кризисному году был профицитен. И есть региональные бюджеты, которые дефицитны все, практически за исключением, по-моему, семи регионов, что ли. У нас в следующем году там более трех миллиардов были. И федерация красиво называет налоговыми каникулами, говорит о том, что хотите, принимайте, но за свой счет. Вот если бы там государство, Российская Федерация, я напомню, что у нас единственное, единое правовое поле, единое налоговое поле там, да, во всей стране. Если бы государство сказало, окей, мы страховые взносы по всей стране снижаем на 5%, вот это было бы государственное решение. А сказать, что регионы давайте там решайте сами, кому давать, а кому не давать и вообще давать ли, это не государственное решение, это перекладывание. То есть дивиденды получает государство, мы разрешили, а весь негатив получают регионы. И так, к сожалению, государство поступает практически во всех ситуациях. Я даже не помню, чтобы у нас с момента введения плоской шкалы НДФЛ снижались какие-то федеральные налоги. Даже льготы, которые предоставляются по инвестиционным проектам, предоставляются в первую очередь за счет регионального бюджета. Поэтому здесь я на вот этот институт налоговых каникул особых надежды, честно говоря, не путаю. У нас остается буквально 9-8 минут до конца программы. Я все-таки хочу перейти к итогам общественной жизни, развития гражданского общества в 2015 году. Все-таки вы возглавляли общественную палату с конца марта 2014 года по конец октября этого года. Финальный аккорд был в гражданский форум, выборы следующего, секретаря и так далее. Как оцениваете в текущем году общественную жизнь, уровень тех предложений, суждений и так далее? Я могу вам точно совершенно сказать, что по моим ощущениям я достаточно много общался на федеральном уровне. У нас хороший контакт с Александром Диновичем Бличаловым, секретарем общественной палаты, сопредседателем УНФ. Я совершенно точно могу вам сказать, что на федеральном уровне есть, я даже, может быть, назову это установкой, на более активное включение и вовлечение гражданского общества в процессы, происходящие в стране. Однозначно. На федеральном уровне? На федеральном уровне. Само решение о назначении Бличалова, назначении условного, выдвижения его кандидатуры на пост секретаря ОПРФ, и изменившаяся общественная палата, очень изменившаяся по сравнению с предыдущими ее двумя созывами, это политическое решение, которое подкреплено личной волей президента страны, и этот ресурс ОПРФ Бличалов очень серьезно использует, потому что если посмотреть на работу общественной палаты России за год по стране, то такой гражданской активности, такого гражданского вовлечения в процессы решения государства давно не было. В чем выражается? Ну, хотя бы несколько примеров. Ну, смотрите, там, даже если взять ОНФ, то те самые посадки губернаторов, о которых я говорил, в том числе... Благодаря. Благодаря информации, которую, собственно говоря, поднимал на федеральный уровень Общероссийский народный фронт. И в этом смысле я не вижу конкуренции между, например, Общественной палатой и Народным фронтом. У каждого свой функционал, у каждого свои задачи, и в этом смысле как раз плюс в том, что Бличалов в обеих организациях хорошо их стимулирует. Скажите, по-прежнему Бличалов пользовался доверием президента, как-то говорили, в студии? Да, потому что, ну, посмотрите, за последний год Общественная палата с президентом встречалась, если я не ошибаюсь, там, ну, две встречи были таких прямых, плюс участие руководителей региональных палат и членов ОПРФ и в послании везде, да-да-да, то есть то, чего раньше никогда не было. То есть я совершенно точно могу сказать, что на федеральном уровне вот такая установка есть, и эта задача поставлена. Вы знаете, я некоторое время назад прочитал такой хороший материал относительно того, что есть два вида легитимности власти. Есть легитимность экономическая и легитимность, ну, что называется, политическая. В принципе, для устойчивости власти достаточно одной из этих легитимностей. И, ну, что это такое? Вот экономическая легитимность, это когда страна живет хорошо, люди живут там... И люди уверены в заходе, люди не знают. Да, у людей есть достаток, и, в принципе, тогда им не так важно, насколько легитимна на самом деле власть, которая ими управляет. В результате каких процессов она пришла к... С точки зрения политики. Да, то есть, ну, раз эта власть дает нам жить хорошо, значит, она нас устраивает. Вот так вот. Есть легитимность политическая. Это когда эта власть нас устраивает, потому что мы ее выбрали, она там плодит нас от нашей плоти, да, и мы ей доверяем. Так вот, если последние годы достаточно успешные, экономические, мы жили в состоянии легитимности экономической, сейчас она сходит на нет в силу экономической ситуации. И не о легитимности политической, если говорить не о главном институте в стране, не о президенте, да, а, например, там, о правительстве, о региональных властях иногда, то это, в принципе, там, федералы понимают, что вот политическая легитимность далеко не всегда имеется в наличии. Экономическую вернуть сложно. Соответственно, если не будет ни одной, это катастрофа. Надо заниматься легитимностью политической. И я думаю, что весь 16-й год у нас пройдет под знаком изменения политической ситуации. Год выборный. Год выборный, формирование нового состава Государственной Думы, законодательного собрания. Я точно знаю, что на федеральном уровне поставлена задача достаточно серьезного изменения состава Государственной Думы, причем с точки зрения включения новых людей, новых персонажей, причем не тех, кто, что называется, придут с чемоданчиком впереди себя, а тех, за кем стоят реальные люди, которые представляют реальные интересы людей. Андрей Леонидович, я хотел задать этот вопрос, я вам сейчас задам, представилась такая возможность. Вы себя в следующем году в роли депутата представляете? Нет, в ЗС, Госдумы, есть у вас такие планы? Нет, не представляю, потому что у меня есть замечательный проект выставочного центра, который мы не так давно анонсировали, и мне очень хочется его реализовать. Это 15-летняя мечта, сколько лет я этой деятельностью занимаюсь. У меня есть те направления деятельности, в которых мне хочется себя реализовать, и пока это не политика. Поэтому на данный момент... Не политика и не другие территории, географические. Да, да, да. Это был один из самых частых вопросов, когда я складывался в полномочий секретаре общественной палаты, мне все говорили, ну, когда ты уезжаешь? Что называется? Я говорю, подождите, подождите, у меня здесь еще масса дел. Поэтому пока политика не лежит в сфере моих интересов, я хочу заниматься конкретным реальным делом, оно у меня есть. Я очень надеюсь, что мы в 2018 году откроем современный, удобный, комфортный, специализированный выставочный комплекс, в котором будут проходить достойные федеральные уровни мероприятия. Об этом, на самом деле, давно говорится, да. Члены правительства областного тоже упоминали, как-то, ну, пока вот так осторожно, да? 2018 год. Напомните, территориально это... Это будет часть помещения... Существующего экспорта? Нет, это будет часть помещения комплекса «Время-простор». А, простите, да. В гипермаркетах. Мы, кстати, по поводу развития общественной жизни, мы как-то на уровень области сюда не спустились. Мы все как-то... Ну... Про доверие огромное наказано на сверху. Смотрите, мне, конечно, сложно здесь быть объективным, потому что я последние полтора года был очень глубоко погружен во все эти процессы. Но мне кажется, вот это мое мнение, что уровень, статус и возможности ресурсы общественной палаты за последнее время... Мы уже говорим о Кировской области. Достаточно и серьезно возросли в Кировской области. Заключение соглашения с правительством, механизм голосования на сайте... Вместе Киров. Вместе Киров. Вместе Киров.ру. Отзывы на законопроекты, которые принимают наши депутаты. Участие в решении разработки закона об общественном контроле. Рассмотрение вопроса о наделении общественной палаты законодательной инициативой. А вот, кстати, это реально? Принять на местном уровне? Да. Федеральный закон позволяет это делать местным парламентариям? Позволяет. И мы... Ну, сейчас я знаю, что секретарь палаты и члены палаты ведут над этим работу. Я очень надеюсь, что они к этому результату придут. Я как-то уже высказывался по этому поводу. Я раньше не видел смысла в наделении общественной палаты или других структур законодательной инициативы. Мне казалось, что если будет хорошая инициатива, всегда можно найти депутата, который ее внесет, что называется. А тем более сейчас у нас 12 человек там ОЗС. А если не найдется, то тогда, значит, инициатива может быть не столь важна. Но! Есть механизм внесения поправок. И это тоже законодательная инициатива. И вот этот механизм, на мой взгляд, очень важен. Потому что тогда общественная палата имеет право не только высказаться с точки зрения своей позиции по закону. Она может внести поправки. И уже депутаты в таком открытом, показательном режиме показывают свое отношение к этим поправкам. Поэтому я очень надеюсь, в принципе, на завершение, на закрытие гражданского форума сам спикер ЗАГС Собрания объявил о том, что он готов эту поддержать инициативу о наделении общественной палаты правом законодательной инициативы. Сроки пока конкретных решений не определены? Сроки нет, но я очень надеюсь, что это будет сделано в рамках работы текущего созыва. То есть до сентября следующего года. Завершается программа «Особое мнение». Сегодня это «Особое мнение» Андрея Усенко, вице-президента Овецко-торгово-промышленной палаты. Спасибо большое. Всего доброго. С наступающим, естественно. Спасибо. С наступающим. Всего самого хорошего и замечательного. В новом году. Увидимся. До свидания. Продолжение следует.